Добрый день! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Это действительно. Возвольте, раз молодой человек я начну, господа прекрасные дамы, тоже не обижайтесь. Этикет. Интересно разбираться, откуда это слово родилось. Оно родилось из слова «этика», то есть некие внутренние правила и внутренние нормы, которые человек соблюдает. И этикет, он не может выродиться, он может изменяться, он может меняться, и у каждого времени свой этикет, да, он меняется. И у нас есть некий образ такого этикета или этичного человека, но этика и мораль — это такие вопросы, которые все-таки претерпевают изменения. Но есть какая-то классика, да, мы говорим, есть классика в музыке, есть классика в этикете, и это не что-то, не какой-то оттавизм, да, не какую-то старость, а это некое гармоничное и такое красивое соотношение. Это есть как и в этикете столовом, так и в этикете взаимоотношений, да. Просто, наверное, лет сто назад люди здоровались, смотрели друг к другу в глаза, пожимали руку и, правда, говорили, что счастливы видеть. Сейчас, ну, какие-то молодежные стили общения. Сейчас, мне кажется, даже немножко насторожит такая форма приветствия, если к вам подойдутся, скажут, уважаемая дама, вы так прекрасно выглядите. Вы знаете, такая интересная особенность, что этикет у нас заложен чисто даже физиологически. Если рассматривать, например, мы, когда здоровье, инстинктивно качаем головой, да. Откуда это было, если мы рассмотрим историю, да, что так как вот, если мы говорим, что затылочная часть человека самая беззащитная, да, то есть человек сзади, он беззащитен, да, ну, если он там с руками, с ногами, понятно. И когда человек преклонял колено или тем самым преклонял голову, он тем самым говорил, что я уважаю вас и тем самым доверяю вам свою жизнь и преклоняю голову, то есть оголяю свою самую беззащитную часть. И отсюда уже этикет это не что-то специальное, это, в первую очередь, искусство взаимоотношений, эффективная коммуникация между двумя людьми. И он начинается тогда, когда начинается общение двух людей. Слушайте, ну это очень интересно. Мне кажется, даже в историю погрузиться каких-то таких, как правило, этикета, правило, может быть, опять же, ораторского, да, искусства. Это очень интересно. История грандиозная, великая, где-то издалека, издалека все это пошло. Так, ну, для начала я предлагаю нашим телезрителям построить небольшой сюжет, я знаю, где точно сейчас соблюдать правила этикета. Если в обычной жизни мы как-то, быть может, забываем при приветствии, но когда мы отправляемся в театр, к примеру, да, там мы вспоминаем, что мы дамы, что мы господа, что мы джентльмены и леди. Необходимо красиво одеться, ну и, конечно же, вести себя культурно. Как часто наши жители нашего города отправляются в театр? Какие спектакли смотрят? Давайте узнаем сейчас с вами. Да, ходил в театр на камерную сцену периодически, ну, в течение года. Да, понравилось? Да, совсем недавно я была в Тольятти на джаз-концерте, и там джаз-оркестр под управлением. Забыла, какого дяденьки. Замечательно выступали, мне это очень нравится. Давно не был. Желание есть, но давно не был. Слишком пшены дорогие. Люблю, люблю. Ну, последний, вот, Амелькор, господина Амелькор смотрели. Не очень. Люблю ходить в театр, люблю ходить на концерты. В театр в оперный, в Травиата в последний раз я была. Ну, и концерт, вот сейчас вот хор турецкого хочется ходить. Вообще не хожу. Мне нравится. В театр не хожу. Почему? Ну, дома телевизор смотрю. Знаете, некогда. По большому счету ходить по театрам, потому что жизнь такая, что надо что делать, работать. Отдыхать некогда. Любила, но уже сто лет не была, потому что пенсии не хватает. Я бы сейчас с удовольствием пошла, но могу только позволить цирк с внучкой, больше ничего. Ну, такие противоречивые ответы. В споре, как говорится, рождается истина. Да, интересно послушать. Все-таки кто-то любит. Кто-то вот даже театральное искусство не воспринимает как таковое. Хорошо. Так, ну я так понимаю, что действительно мы сегодня не только этикете будем говорить, а вообще о курсе, который повышает творческую составляющую личности. Раскрывают. Раскрывают, да? А какие курсы? Я так понимаю, что вы сейчас объединены, настроены на то, чтобы человеку было интереснее раскрывать себя, познавать себя. Правильно? Да. Да, я бы даже сказала, что курсы – это одна из граней, одна из частей нашего культурного центра. И они очень естественно вписываются вообще в подход, которым мы занимаемся. Потому что курсы – это проявление такой грани культуры, которая является одной из целей нашего центра. И помимо культуры мы также занимаемся философией, изучаем философию Востока и Запада, русскую философию. И одна из любимейших граней – это добровольчество и волонтерство. То есть это дела доброй воли, которые делаются безвозмездно и которые всегда обычно переполнены добротой, переполнены творчеством. Поэтому наши курсы творческие, они одновременно включают в себя и философский подход, и иногда и волонтерский, когда мы выезжаем в какой-то, например, детский дом, чтобы научить детей чему-то. Поэтому раскрытие потенциалов, оно не всегда только лишь в творчестве. Оно включает в себя гораздо большее. То есть это и доброе сердце, это и стремящаяся к мудрости голова, это и руки, которые умеют делать, это и понимание действительно взаимоотношений между людьми, где что уместно, где не очень уместно. Но насколько сейчас вообще популярны, насколько востребованы среди жителей нашего города, среди современного человека, такие курсы, опять же, и философии, и ораторского искусства, и этикета. Это действительно популярно? Или как-то так понимаю, что, ой, правда? Преподаете этикет? Философы еще живые. Ну, это сложный вопрос, потому что это не так популярно, как хотелось бы нам, ведущим и руководителям этого центра. Это не массовая культура. Это не массовая культура, но при этом нам кажется, что это очень важно, и мы делаем это, ну, как бы, любя, и посвящаем этому свою жизнь. И для нас, ну, нам кажется, что это потребно, и есть в этом потребность у каждого человека, потому что то, что Елена сказала слово «массовая культура», то, что сейчас есть, сейчас очень модно быть модным, скажем так. И за этой модой теряется внутренний мир человека. И есть такую, знаете, проблему уравниловки, да, что сейчас в Таранте, не знаю, Адидас и группа, не знаю, Хайнаны. Да, и все идут покупать Адидас и слушать группу Хайнаны. То есть ниже, выше, вот есть уровень примерно? Ну, оно усредняется, да. А мы пытаемся и в своем культурном центре, и через грани, которые Елена сказала, и множество курсов, которые проводит Христина, а я обычно только болтаю, вот, мы пытаемся дать возможность каждому человеку вот этот внутренний потенциал и внутреннюю красоту, которая есть у каждого, и у каждого она своя, раскрыть через свою грань просто. Раскрыть и дать возможность проявиться. Да, у нас на сегодняшний день, на сегодня, восемь преподавателей, которые здесь представлены, только трое, которые ведут разные курсы. Действительно, вот Кристина, она такой мастер универсал. Мы с Алексеем ведем курсы по истории искусств, по философии, по риторике, так как это очень взаимосвязанные вещи. Я думаю, мы чуть попозже поговорим про ораторское искусство. Что очень важно, чтобы было что сказать. Это вот одна из, собственно, даже, так скажем, проблем, которые есть сегодня. Не столько техники, сколько того, а что же есть внутри человека, о чем он говорит. И не только важно красиво научиться говорить, но и необходим багаж знаний, чтобы было что рассказать. В этом, да, вы имеете в виду. Так, хорошо. Я предлагаю как раз после небольшой паузы начать уже небольшую конкретику. Да, у нас сегодня будет мастер-класс по сервировке стола. Как раз вот Кристина уже заготовила несколько элементов. Что, как, расскажем вам. Но для начала я предлагаю спросить у жителей нашего города, вообще, нужно ли сейчас высшее образование человеку? Это очень интересно. Очень интересно, потому что, да, вообще... Ну, вообще, наверное, образование как вот учение всегда. Как учение всегда. Просто образование – это как познание чего-то нового, да? Да. Давайте посмотрим, вообще, нужно ли образование сейчас. Ну, наверное, все-таки нужно, потому что высшее образование – это не только галочка, там, что у тебя есть диплом, а какое-то общее развитие вообще, как бы, личности и умение, там, мыслить каким-то особенным образом, вот, получение каких-то навыков, которые необходимы в дальнейшей жизни. Вот в наше время уже даже не одно высшее, ну, как правило, вот, люди ищут себя, и первое образование считается, ну, как бы, ну, родители, там, может быть, с каких-то ряд обстоятельств, да, а потом уже как-то цельно человек еще дальше учится и получает второе образование. Чтобы реализоваться, у человека должно быть высшее образование, потому что без него сейчас в наше время никуда. Нужно, конечно. Ну, чтобы люди были грамотными, чтобы, как бы, общество было цивилизованным, поэтому нужно высшее образование. У каждого свои цели в жизни, кто-то, может быть, хочет за границу отправиться учиться, ну, чтобы в будущем все, ну, хорошо стало у нас в жизни. Нужно, потому что на работу не устраиваешься без него, нормальный. Наверное, нужно, в общем-то, хотя у меня его нет. Ну, высшее образование – это особая ступень вообще в обществе, я считаю. То есть, если человек получает его, то он уже себя по-другому чувствует и ощущает. Ну, я все-таки считаю, что образование, конечно, безусловно, необходимо, но и воспитание – это немаловажный аспект в жизни человека. Поэтому самое главное – будьте культурными, будьте воспитанными. Так, кстати, если согласны со мной, звоните 202-11-22, расскажите, пожалуйста, вы, как вы считаете, нужно ли образование, можно ли совместить, объединить два этих понятия – образованный человек и культурный человек. Ну и какие-то, быть может, у вас есть вопросы по правилам этикета, по правилам разговора, звоните, вам ответят. Так, ну а сейчас мы будем правильно изучать стержевку стола, потому что чаще всего дома мы берем, ну, дай бог, чистую тарелку, вилку буквально, и все. Нож тоже уже где-то откладываем, даже о ноже забываем. Неправильно это все? Чтобы нам лучше ориентироваться, я всегда рассказываю такую схему, которая становится понятной, когда уже это применяешь на жизни, в жизни. Есть три уровня этикета и три уровня поведения. Есть домашний этикет. То есть дома мы ведем себя по-домашнему, так, Юль, как вы описали, да? То есть минимальное количество приборов, ну, естественно, чтобы это было красиво и аккуратно. Ну, чтобы мы чувствовали себя более комфортно. Есть следующий уровень этикета. Это когда мы находимся в какой-либо большой компании, в театр тот же самый, или в какое-то собрание, да? Здесь у нас определенный уровень, более строгий. И третий уровень, это уровень такого протокола на вручение Нобелевской премии, да? Или у английской королевы. Там очень высокий уровень этикета, и там определенные такие золотые правила, как человек должен себя вести, как и какие приборы брать, бокалы и так далее. И это нам помогает очень просто знать, что, например, дома мы можем более проще относиться к этому, а когда мы выходим в люди или на определенном уровне мероприятий находимся, то здесь нужно уже все свои навыки показывать и применять уже в жизни. Это как какие-то забавные комедии, да, где выстраивается много ложечек, много велочек по левую, по правую сторону. Да, и люди буквально в ступоре не понимают, что же делать, а можно что-нибудь попроще. Вот я всегда рассказываю о том, что все очень логично. То есть вначале мы что смотрим? В центре у нас, естественно, всегда тарелка, да? Салфетка. Справа что у нас находится? Справа у нас традиционно находятся бокалы, потому что в основном люди правши. И, естественно, удобнее пользоваться этим. Иногда выставляется чайная или кофейная пара, но чаще всего их приносят уже в конце, когда у нас уже чай пить или мы пьем кофе. Слева, так как у нас же пространство практически не остается, у нас есть такая маленькая тарелочка, называется пирожковая тарелка или тарелка для хлеба. То есть, естественно, уже вот у нас пространство заполнено. Помним, что обязательно должно быть 60 примерно сантиметров, потому что тоже физиология у нас срабатывает, локти никто не отменял, чтобы мы не задевали соседей. И помним вот это тоже золотое правило, что, как академик Лихачев говорил, что этикет — это что? Это когда мы не нарушаем пространство другого человека, чтобы каждому было удобно. И поэтому мы помним вот эти вот стандарты. Ну и в середине салфетка, да, наша салфетка. Мы всегда ее используем. Если она тканная или такого большого размера, да, мы ее кладем на колени для того, чтобы защитить наше платье, да, одежду. Есть несколько вариантов. Бывает такое, что вот знаменитый преподаватель этикета Иван Артишевский, он часто говорит, что можно вот так красиво сложить треугольничком. Здесь тоже уже имеется своя практическая подоплека, что, например, пальчики мы вытираем вот этими уголочками, а губы промакиваем уже той частью, которая не касалась ни нашей одежды, ни наших пальцев. Здесь тоже все очень аккуратно и удобно. Говорят о том, что если у нас вечернее платье и большой ужин, то у нас мы раскладываем салфетку полностью, чтобы защитить полностью нашу одежду. Ну, и дамы, в первую очередь, никогда не забывать о том, что нужно сидеть прямо. И в первую очередь смотрят на вас, на вашу естественность, на вашу красоту и изящество. А потом уже смотрят, как вы всем эти владеете. И справа, дальше мы идем приборы, да, справа у нас нож, потому что правая рука в основном силовая, и ей режем. Левая вспомогательная, и здесь уже идет вилка. Справа также у нас кладется ложка, так как это не парный предмет, естественно, мы едим правой рукой. Что еще? Если у нас там какое-то украшение, часто люди теряются, украшение для салфеток или какой-то маленький подарочек, да, мы его просто откладываем в сторону, чтобы он нам не мешал, и дальше продолжаем нашу трапезу. Кристина, можно сразу по ходу событий, по ходу вашего разговора, несколько вопросов. Если, к примеру, человек левша, да, мы говорим, что сейчас это в большей степени такая традиционная по правую руку, все потому, что настроено на правую руку. Если левша, необходимо переложить, либо что необходимо сделать? Вот смотрите, так как у нас есть традиционные правила европейского этикета, на его ориентируется сейчас практически весь мир. Есть определенные свои ситуации, русского этикета или американского этикета, или того же китайского этикета, да, но вот есть определенные стандарты. И, например, когда большой прием, да, и накрывают на много персон наш обед, то, естественно, никто не знает этих нюансов, человек правша или левша. И, естественно, определенные стандарты. Вот, и поэтому человеку традиционно желательно учиться есть вот так, да, то есть в левую ложку, в правой... ой, в левую вилку, в правую нож. Ну, то есть вот так вот переучиваться, да. То есть необходимо переучиваться? Ну, вот по этикету, да, то есть правила не меняются. Да, справа нож обязательно, слева вилка. Хорошо, ладно. Я бы вместе с этим добавил Христину, она вот много раз говорила, что и в этикете, и, в принципе, в каких-то нормах, правилах общения все же рождается из жизни. Нет такого, что придумывается правильный ответ. Правильный ответ рожден из естества человека. И даже несмотря на какие-то вот такие жесткие правила, всегда, ну, можно действовать, как Христина объясняет, ну, как вам спокойнее, как вам удобнее. И будет намного приятнее званому ужину на 10 человек, если вы будете нормально кушать и общаться, чем если ваше лицо будет отражать, знаете, всякое смущение. Господи, три вилки, какой из них съесть хлеб, да. Всегда, ну, нужно идти от естества, как бы, но не от естества, что, знаете, у нас есть такое «еда». Это, знаете, еще такой момент, что, Леша, поддержу, в том, что все знаменитые преподаватели этикета, именитые такие, они никогда не могут ответить вот прямо на такие вопросы, потому что, в первую очередь, все зависит от ситуации, в которой мы находимся, компании, да, общества людей. Поймут ли я, да, да. Да, конечно. И, ну, естественно, культура, да, потому что отпечатки культуры накладываются. И, с другой стороны, что главное, чтобы в первую очередь было аккуратно и красиво. Если вы вот на этой базе стоите, да, что у вас ничего не падает, или, там, вы аккуратно едите, да, это первое правило. А потом уже на них нанизываются все остальные. Хорошо. Давайте дальше продолжать. Если подарок мы остановили с вами, либо украшение для салфетки откладываем в сторону. Да. И справа, что у нас, да, обязательно стакан для воды. То есть могут отсутствовать другие бокалы, но стакан для воды, он обязателен. То есть вода присутствует на обеденном столе. Воду, кстати, подают не только в таких хайболах, но и еще в таких бокалах для красного вина они используются. Например, вот такие, да. Дальше, например, бокал для красного вина. Да, мы всегда помним, что дамам особенно, да, или мужчинам тоже, что обязательно держим за ножку. Здесь тоже очень конкретное правило идет, то, что чаша не должна касаться рук наших, потому что температура тела не должна влиять на температуру напитка. Слушайте, вот это, это да, потому что чаще всего мы все-таки держим за чашу. Да, то есть мы вот как-то вот так, так, то есть здесь. Если мы говорим про коньяк, да, или бренди, то здесь чаша другая, короткая ножка, большая чаша, чтобы мы согревали своим теплом вот этот напиток, да. Здесь совершенно другая ситуация. Также мы говорим про шампанское. То есть есть всегда свои конкретные правила. Конкретные нюансы. Да, нюансы. Слева у нас стоит пирожковая тарелка, и здесь тоже очень интересный нюанс, что мы никогда не берем полностью кусок хлеба. Мы левой рукой отламываем кусочек и отправляем его в рот. Если у нас здесь находится либо масленка, да, либо паштет нам предложили, то мы тоже маленький кусочек отламываем, на него намазываем ножом тоже предложенным паштет или масло, и уже наслаждаемся этим кусочком. То есть ни в коем случае не намазываем гигантский бутерброд. Мне кажется, да, открытие для многих, потому что многие берут сразу три куска хлеба, кладут поближе на тарелку, потом еще все эти хлебы собирают, все, что недоедено. Есть такое. Да, но вот представьте такую ситуацию, что как мы себя ведем? Если мы хотим произвести хорошее впечатление на первом свидании или на каком-либо деловом обеде с партнером своим, естественно, мы не будем делать вот эти телодвижения, промакивать тарелку хлебом или заказывать какое-то незнакомое блюдо. Мы хотим хорошо себя показать, и поэтому здесь мы ведем себя достаточно аккуратно и такие правила используем. Ну, если дальше, мы... такой момент, что здесь вот как раз в пользовании ножом и вилкой есть определенные национальные нюансы. То есть есть американский такой налет или способ, да, есть европейский или континентальный его называют. И третий это, ну, а-ля русский, да. Европейцы едят вот таким образом, то есть они всю еду накладывают на выпуклость. Откуда это было, тоже история очень интересная связана, что когда у нас в средневековье, например, или после, да, уже появились вот эти приборы, они были редкие и дорогие. И на каждом приборе было всегда вензель такой или герб, да, что вот этот человек принадлежит к этому, да, роду. И однажды случилась история в Англии, что накрывали большой обед и перепутали лакея, набили не с этой стороны, да, а с обратной на вилку. И, естественно, придворные обученные люди, они ели вот таким образом, чтобы, да, бы показать, из какого они рода. И такая легенда сохранилась, и теперь таким образом англичане едят. То есть если мы на приеме каком-нибудь видим, даже там... Английский коробок. Да, пюре накладывают сюда. На нижнюю поверхность вилки, как на выпуклую. Да, на выпуклую. В русской традиции у нас сохранился принцип ложки, да, то есть нам странно, почему мы вот так вот должны есть. То есть здесь мы накладываем так свободно, да, и дальше тоже отправляем себя в рот, наслаждаемся. Американцы могут игнорировать нож, то есть они могут либо нарезать впрок, вот что недопустимо делать в Европе, да, отложить нож на три четверти тарелки, и дальше правой рукой есть вилка. Или совершенно тоже игнорировать нож тоже. Ну, то есть свои особенности такие. Слушайте, это очень интересно, я понимаю, что можно рассказывать очень-очень много, да, но у нас еще какие-то советы от педагогов по ораторскому искусству, поэтому предлагаю небольшой сюжет посмотреть. Кстати говоря, какой день недели больше всего любите? Какой день недели считаете самым тяжелым? Ну вот, вот, не задумываясь, Елена. Недельник. Елена, не задумываясь. Понедельник тяжелый? Я просто люблю все дни недели, поэтому... Она фрилансер, поэтому ей не без разницы, когда дыхать. Я люблю четверг и пятницу, а самый тяжелый обычно среда и вечер воскресенья. Среда, вот так, вечер воскресенья. Кристина, есть ли какие-то... Ну, обычно утро понедельника. Утро понедельника. Спланировать всю неделю, да. Ну, хорошо. Какой же самый тяжелый день для жителей нашего города по статистике? Давайте сейчас и узнаем. Самый любимый, наверное, вечер пятницы. Да, самый тяжелый все-таки, наверное, среда. Середина рабочей недели. Уже хочется как бы и отдохнуть, и еще далеко до выходных. Самый тяжелый, наверное, как ни странно, пятница. Хоть она обычно сыруется с окончанием трудовой недели, но все равно, так как студенты учатся в субботу, все-таки это тоже немного неудобно. Самый мой любимый день недели – это пятница вечер. А нелюбимых не бывает. Понедельник. Он для всех тяжелый. Ну, после выходных, конечно, самый тяжелый, самый трудный день. У меня нет таких дней. В общем, все дни достаточно нормальные, даже понедельник. Пятница тогда самая нагроженная. Ой, понедельник. Самый такой первый день трудный, наверное, для людей, которые работают, у которых пятидневный график. Конечно, пятница. Пятница – очень тяжелый день. После работы пришел, отдохнул, и до понедельника где-то-то есть. Самым тяжелым – это понедельник, потому что после выходных очень сложно оправиться. Суббота. Ну, потому что суббота такой тяжелый день, ответственный. Все мероприятия проходят в субботу. Понедельник. После выходных очень сложно начать работать и учиться. Вот. Поэтому понедельник. Воскресенье. Потому что на следующий день надо идти на работу. Ну, мы с вами собрались в пятницу. Большинство этот день недели любят, уважают. Кстати, потому что он еще может вам принести хороший подарок. Именно билет в кино. Вопрос элементарный. Кто перезванивает, если во время разговора телефон внезапно отключился? 202-11-22. Звоните нам, дозванивайтесь, перезванивайте. Ну, и получайте билет в кино, если ответите верно на мой вопрос. Я думаю, Христина тут немножечко нам поможет, да? Ну, скажите. Знаете? Ну, так с таким вопросом впервые, конечно, сталкиваюсь. Ну, по крайней мере, я думаю, наши телезрители нам расскажут, подскажут. Кто же перезванивает, да? Кто звонил, либо тот, кто принимал этот звонок. Так, ну, а у нас есть еще несколько, так понимаю, советов от вас. Как же нужно говорить или как не нужно говорить? Вообще, что можете посоветовать тем людям, которые задумывались о изучении вообще ораторского искусства? Ну, давайте я начну и Елена продолжит. Давай. Тем людям, которые задумывались об изучении ораторского искусства, мы советуем в меньшей степени задумываться, в большей степени практиковаться. Мы не будем, как бы, отнимать много эфирного времени и такой большой рекламы того, как мы это делаем на наших курсах. В большей степени хотим сказать о том, зачем мы это делаем, да? Потому что, в принципе, название ораторское искусство и риторик, оно очень, не очень современное. Да, кажется, как будто бы вот императоры раньше... Императоры, да, это идет из античности, да, когда по городам Греции, потом Рима ходили ораторы, люди, которые умели говорить, которые говорили понятно и ясно. И в наше время это, как бы, не так популярно, но очень потребно, потому что к нам на курсы приходят разные люди. И в большинстве с твоим это люди, которые пришли на новый этап своей работы или хотят перейти, да, и им жизни, работы, и им нужно много общаться с людьми. Мы как раз видим, да, сейчас небольшие фотографии, фотографии с курсов, риторики, упражнения. Да, вы нам рассказываете. Вот, и нужно научиться вот эти связи выстраивать. И мы на своих занятиях, как бы, у нас есть две большие основные части. Мы называем так, что есть наше ораторское умение, это как конверт. Конверт для письма. Упаковка. Да, есть конверт сам, как выглядит, куда мы отправляем, зачем такая форма. А есть послание, которое внутри. И это такие две взаимодополняемые, но и очень важные части. Алексей, попрошу вас на этой мысли пока запомнить ее, сохранить. Я все-таки приму звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена, скажите, пожалуйста, вы увлекаетесь изучением правил этикета, быть может? Да, увлекаюсь, конечно. Увлекаетесь. Ну, давайте с вами посмотрим, кто же перезванивает, если во время разговора телефон внезапно отключился. Ну, вот, если телефон внезапно отключился, то перезванивает тот человек, кому звонили. Да, чтобы узнать, что случилось. Так, ну, знаете, вот тут два варианта ответа, кому звонили, либо кто звонил. К сожалению, нет, вопрос снимаем. Наоборот, кто звонил, тот и перезванивает. Потому что он с целью какой-то звонил, и ему нужно закончить эту цель. Ему нужно донести эту цель, да. Вот сегодняшний наш эксперт-гость нас подтверждает, мои слова. Да. К сожалению, не можем вам отдать билеты в кино, но, быть может... Отдадим христилию. Быть может, посмотрим, да, посмотрим. В качестве податка в пятницу. Вот еще очень маленький момент, очень интересный, что этикет заставляет думать. Не просто изучать вот эти сухие правила, а думать, ну, почему так поступаем. Тогда уже становится легче. Почему мы в первую очередь пропускаем женщину, в смысле, вперед, например, по лестнице, да, или, наоборот, мужчина первый ходит в лифт. Почему? Потому что момент безопасности, да, то есть, или там еще какие-то нюансы, это всегда нас заставляет в том, что как бы лучше было бы в такой ситуации поступить. Опять же, да, с тем же самым телефонным звонком. Если есть какая-то цель, то необходимо, собственно говоря, донести ее, даже если прервался... Но вместе с этим я бы поддержала ответившую девушку... Елену. Да, что если вдруг звонок оборвался, да, и... Какое-то время нет. Какое-то время нет, то, например, мне как рыцарю или мужчине было бы очень естественно сразу там перезвонить и спросить, что случилось. Поэтому, да, здесь, понимаете, этикет этикетом, но я бы поддержал Елену, что есть еще такое состояние сердца человека, такой реакции. Хорошо, давайте еще один звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут? Меня, Нина Васильевна. Нина Васильевна, очень приятно. Скажите, пожалуйста, зачем пожаловали? Я так понимаю, что вы хотели бы ответить на наш вопрос, так? Да, я хотела ответить на вопрос. Ну... Кто звонит, тот и звонит. Да, но мы его только что разобрали, это, видимо, немножечко пропустили. Вам спасибо большое. Конечно же, вам желаем хорошей пятницы, хороших выходных. Да. Я думаю, что, допустим, мне остальные телезрители, можно дать двум нашим дозвонившимся подарки, да? Отлично. Не против? Мы за вообще. Да, как человек, который ответил верно по правилам, и как человек, который ответил по зову сердца, скажем так, да, тоже верно. Да, замечательно. Отлично. Две наши телезрительницы получают билет в кино, как забрать, ответим уже за эфиром. Так, Алексей, а мы с вами продолжаем разговор о конвертах и послании. Да, разговор, это такой символ или образ. Письмо, у которого есть конверт и есть послание. И очень важно, чтобы эти две вещи сочетались. Потому что, если у нас будет, знаете, такое обшарпанное, грязное, испачканное в чем-то письмо, конверт, а внутри будет какое-то красивейшее послание, то, возможно, получатель, фу, как он пахнет, этот конверт, и выкинет. Даже не захочет прочитать, что же там внутри. Но вместе с этим, если у нас будет такой шикарный конверт, и человек уже приготовится, чтобы открыть им, а там, знаете, ну не на туалетной бумаге, но на салфетке написано как-то и непонятно, да? И очень важно, чтобы вот эти два момента, они совпадали. О конверте, да, о том, об упаковке мы говорим конкретнее через упражнения, через конкретные инструменты, как работать со своей речью. Но очень важно это послание, да, что мы хотим донести, о чем мы хотим рассказать. И основной момент, которому мы учим на своих курсах, это важно, чтобы внутри нас было что-то, о чем мы хотим сказать. А здесь уже поможет и история, и опять же философия, и другие интересные науки. Потому что интересно общаться с каким человеком, с которым красивый и интересно говорит, это да. Но ты с ним один раз поговорил, ну тебе приятно было? Хочешь ли ты возвращаться к этому разговору? Нет. А бывает, знаете, человек, ну вроде он как бы не пышно одет, ничего, но что-то есть внутри. Есть внутреннее наполнение, есть живой и интересный собеседник. В этом смысле нужно, чтобы что-то было внутри. Да, простите, я очень много говорю. Да, у нас только одна минута до конца эфира, а я знаю то, что не только ораторское мастерство, да, ораторское искусство есть у вас. Елен, простите меня, если я спрошу у Христины про такой интересный вид, как карвинг. Да, это вырезание, вообще любое вырезание карвингом называется, но у нас конкретно пропадается вырезание из овощей и фруктов, это украшение стола. Пожалуйста, мы сейчас как раз видим на своих экранах, да, что это. Тоже, знаете, такой момент, элемент проявления любви, потому что, когда мы видим вот такое, да, на столе у хозяйки, она сразу этим самым говорит, что она ждала гостей и старалась очень, и поэтому хочет показать, что они для нее очень важны. Что ж, вам спасибо большое, ну, если подводить итог, да, самое главное, это не только красиво говорить, но и говорить интересные вещи, правильно, Елена, поддерживаете? Да, конечно. Я бы еще дополнила буквально три момента, которые Алексей не успел сказать, что, когда мы говорим, вот это послание, оно включает в себя человека, которого мы видим, да, в каком он возраста, в каком он состоянии. Да, к сожалению, да, у нас время истекает, вам спасибо большое, хочется говорить с вами еще и еще, но, к сожалению, универсальный формат заканчивается. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok